Три, два, один, пуск! Привет, друзья! Сегодня я хочу рассказать вам о нашей поездке в Болгарию. Так уж случилось, что я много где была, но в Болгарию попала впервые, и это было очень интересно. Ездили мы не просто так, а со смыслом, в качестве группы поддержки. Катин танцевальный коллектив ездил на фестиваль, и мы решили совместить полезное с приятным. И отдохнуть и поболеть за нашу Катю. Отдыхали на курорте Солнечный берег, посмотрели немного, так как была всего неделя, и нам нужно было успеть и на пляже полежать, и искупаться, и что-то увидеть, и посмотреть участников фестиваля. Но все-таки небольшое представление о стране сложилось. Мне Болгария показалась чем-то средним между европейской и южной страной. Этакий симбиоз, и в плане растительности, с одной стороны елки, тут же рядом пальма, и в плане архитектуры, строгие линии, переходящие в плавные арки, и в плане публики. Отель подбирали специально поближе к Кате, но несмотря на то, что он был всего 3 звезды плюс, нам очень понравился. Номера просторные, чистые, новая мебель и очень доброжелательный обслуживающий персонал. Кухня довольно простая, но сытная и вкусная. В общем, голодным никто не был. Мы вообще туристы не капризные, нам всегда все нравится, поэтому, наверное, и везет и на отели, и на людей, и на впечатление. Было удивительно и приятно, что вокруг русский язык, и практически все его хорошо понимают. Сам болгарский язык нам очень понравился. Мы просто ходили, фотографировали надписи и наслаждались его звучанием. Я думаю, кто владеет польским, белорусским или украинским, многое поймет. Конечно, мы съездили в старый Несебр. Чудесные узкие улочки, небольшие, максимум 2 этажа домики и везде лавки, лавки с товарами и гуляющими туристами. В лавках множество брендовых вещей, естественно, самопальных. Но, как сказали наши девчонки, здесь никто и не претендует на эксклюзив и цены соответствующие. Не исключено, что и у нас продается то же самое, но совсем по другой цене. На следующий день съездили в другую сторону по побережью, в небольшой городок Святой Влас. Там туристов поменьше, нам хотелось посмотреть пешие маршруты. В туристическом справочнике заявлялось, что все пешие дорожки предназначены для прогулок, оборудований, скамеечками для отдыха. Но на деле оказалось все немного не так. Дорожки были не слишком цивилизованные, скамеечек мы вообще не встретили, зато хорошо прогулялись и поели в городском кафе чудесную пиццу. Расписание чисто курортное, каждый день с утра на пляж к обеду уже уходили, потому что начиналась жара. Море теплое, вода градуса 24, пару дней были даже приличные волны, на которых мы с удовольствием и покувыркались. Все пляжи в Болгарии муниципальные, лежаки и зонты платные, причем далеко не дешевые. 5 евро и то и другое. Валюта в Болгарии своя, левая, курс 1 евро, примерно 2 лева. Два вечера болели за Катин коллектив, смотрели другие выступления. К сожалению, не могу ставить танцы девчонок целиком. Там и музыка авторская, и костюмы, и сами постановки. Но было очень красиво, и наши танцоры, конечно, были вне конкуренции. Поэтому взяли гран-приз фестиваля. Так что уезжали мы отдохнувшие, довольные, полные впечатления солнца и теплого моря. Продолжение следует...